Также к окончанию прямого эфира будет небольшое резюмирование модератора, но мы можем продолжить записи. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, не вставайте с места. Все материалы касательно пресс-конференции вы можете скачать с нашего ресурса в G-Global. Спасибо. 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 Адебиеттері жайында толығырақ күрметті қонақтарымыз баянда переді. Аланымызға керген қонақтарымызды таныстыр бөтейін. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министерлігінің мектепке дейінгі және орта білім департаментінің директоры Шолпан Каринова. Павладар Мемлекеттік Педагогикалық университетінің профессора филология ғылымдарының кандидаты Рүскүл Шақаман. Қарағанды қаласындағы бірінші гимназияның орыс тілімен әдебиеті пәнінің мұғалымы Евгений Сухатеплов. Петропавл қаласындағы білім инновация лицейдің тарих пәнінің мұғалымы Жадыра Жумағалейва. Құрметті қонақтар, аланымызға қош келдіңіздер. Бірінші сөз кезегі Шолпантанат қызы өзіңізде. Құрметті брифингке қатсыушылар, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министерлігі жаңартылған білім мазымының еңгізу бойынша, және оқылықтардың сапасын артыру бойынша жүйелі түрде жұмыс жүргізуде, алдымыздағы оқу жылы үшінші, алтыншы, және сегізінші сыныптар жаңартылған білімге көшетін болады. Бұл жаң бойынша, сегіз жүз мұннан артық оқушы осы сыныптарға келеді деп күтілуде, біздің мақсатымыз осы оқушыларды сапалы оқылықтармен қамтамасыз ету. Осы бойынша, министерліктің атқарған жұмыстары бойынша баяндауға ұрқсат етіңіздер. Министерлік тарапынан оқылықтарды әзірлеу апробациядан өткізу және білім мекемелерін оқылықтармен қамтамасыз ету бойынша нормативтік құқықтық негіздемеге өзгерістер еңізілді. Бұл екі құжат. Бұл құжаттарға байланысты. Оқылықтарды еңізуде жаңа қағидаға сәйкес, барлық мектептердегі білімденгелері бойынша оқылықтар сынақтан өткізілетін болды. Тағы бір өзгертілген өзгешелік бұл мектептерге арналған оқылықтармен оқу әдістемеліккер кешендерді жазуыда, ақтырлық құрамда міндетті түрді ғалым, әдіскер мектеп мұғалимының болуы. Сонымен қатар баспадарға, оқылықтарға олардың электрондық қосымшасын қоса беру міндеттелді, бұл оқушылардың оларды планшеттерге немесе смартфондарға жүктеп пайдалануына да мүмкіншілік береді. Өздерімізге белгілі оқылықтардың көлемі, олардың форматы жәйлі атаналар тарапынан сын тұғырдан айтылған болды. Осыны ескеріп, мұғалымдермен және атаналармен келісіп, министерлік оқылықтарды әзірлеуші баспаларға ұсынымдар да жасады. Тағыда айта кететін жағдай оқылықтарды қамтамасыз ету бойынша 4 жылдық міндетті қамтамасыз ету осы нормадан алынып тасталды. Алдағы уақытта келес оқы жылынан бастап әр мектеп оқушылардың санына байланысты, нақты қажеттілікке байланысты оқылықтарды ала-алатын мүмкіншіліктер тағыда қарастырылды. Жаңа оқылықтардың дәстүрлі оқылықтардан өзгешелігі негізі жаңартылған оқу мазмұнының тұжындамасы мен байланысты. Оңда дайын күйдегі естегі сақтауға арналған мәтіндердің теориялық материалдардың азайтылылғандығы анықталды, үзден өге және сыны тұрғыдан ойлауға етермелейтін оқушыларды шығармашылық үзденіске талаптандыратын тапсырмалардың мәтіндердің көбетілгендігі байқалады. Өмірмен байланысты және оқушының өзіндік жұмыс жасауына оқылықтар арқылы көп жағдайлар жасалған және оқылықтағы материалдар диаграмма түлдерінде график, таблиса, инфографикалық түрінде берілген материалдар жеткілікті. Және де жаңартылған біліммер беру мазмұндағы шиіршіктап күрденіндіру ұстанымы бектілді. Бүгінгі гүні министерлік оқылықтарды апробациядан өткізу бойынша 5 сатылық жүйе мен жүргізіп кележадыр. Біріншіден осы оқылықтар республикалық ғылыми практикалық оқу орталығында, оқылық орталығында педагогикалық және ғылыми сараптамадан өткізілді. Ол жедеде барлық облыстардан облыстық бірін басқармалардың ұсынуымен белгілі мұғалімдер қатысып оқылықтарды апробациядан өткізді. 2017 жылғы 42 айынан бастап, келесі жылға оқылыға еңгізілетін оқылықтардың барлығыда қоғамдық бағылау порталына орналастырылды. Оны барлық қоғамның атаналардың және де барлық педагогикалық ұжымдардың көре алуына мүмкіншіліктер жасалды. Айта кететін жағдай, күніне осы порталыға 500-ден артық адам күретіндігі бүгінгігіні белгілі болды. Бұл порталыға 4500-ден артық еске төле және ұсыныстары берілді. Осы ұсыныстардың барлығыда ұқылық әзірлі үші баспаларға уақытында жіберіліп отырды. Тейісті өзгерістер осыларға байланысты еңгізілді. Бүгінгі үгіні пәндік комиссиялардың жұмыстары екінші рет өз отырыстарын бастады. Айта кететін жағдай, бейлі жылдыңда ерекшелегі пәндік комиссиялар екінші рет отырысқа қатысы отыр. Жел 90 айында берілген бағылардың барлығы қазір нақтыланып, бүгінгі пәндік комиссиялардың құрамы 180 адамға толықтырылды. 180 әр өңірлерден жиналған мұғалімдер, белгілі мұғалімдер, оқытушылар және ғалымдар бүгінгігіні нақты ұсыныстарын жасап, келесі оқу жылынағы оқу тізбесіне еңгізлетін оқылықтарды анықтау жұмысын жүргізуде, және бұл жұмыс республикалық комиссияның жұмысымен аяқталатын болады. Құрметті брифингке қатысушылар барлықтарыңызды бүгінгіні түстенгейін сағат екіденгейін Евразия ұлттық университетінде осы пәндік комиссияларын жұмысын көруге шақырамыз. Уважаемые участники брифинга, в следующем учебном году войдут в обновленные содержания образования 3, 6, 8 классы. Министерством образования ведется системная работа по обеспечению качественными учебниками данных учащихся. Если остановиться более подробно, то это внесение изменений нормативно-правовые акты, два приказа внесены существенные изменения, касающиеся апробации, проведения экспертизы и обеспечения организации образования учебниками. Установлена норма, согласно которой состав авторских коллективов в обязательном порядке будет включать ученых, методистов, а также учителей, имеющих опыт соответствующей предметной областей. Исключено обязательное приобретение переиздания учебников по 4-летнему циклу фондирования. Теперь школа, каждая школа самостоятельно, исходя из своей потребностей, количество учащихся будут приобретать учебники. Нормативно также закреплена апробация учебников всех уровней среднего образования. Если до сих пор апробацию проходили только учебники для начального звена, то с этого года все учебники будут проходить данную экспертизу. Правилами определено обязательное приложение к учебнику, его электронной версии. Это даст возможность школьникам скачивать содержание учебников в свои планшеты или смартфоны. Кроме того, разработаны рекомендации по форматам учебников и рабочих тетрадей, которые направлены в издательство для того, чтобы учли в работе. Такое пожелание было высказано со стороны родителей и педагогической общественности. Кроме того, необходимо сказать, что у Министерства образования было организовано в октябре-ноябре 2017 года большое обсуждение учебников следующего года с участием авторов. 160 авторов учебников выезжали во все регионы нашей страны для того, чтобы встретиться с учителями, с педагогической общественностью, чтобы каждый учитель имел возможность познакомиться лично с автором учебника, спросить, понять концепцию каждого учебника. Поэтому такая работа была организована, и в этой работе более 10 тысяч педагогов нашей страны участвовало. Необходимо сказать также о том, что макеты учебников 3-6-8 классов в сентябре месяце были расположены на портал общественной оценки, куда ежедневно входило более 500 человек. Кроме того, необходимо обознать, что более 4,5 тысяч замечаний и предложений поступило от нашей ответственности. Это наши педагоги и общественность, и родительская. И эти изменения своевременно направлялись в издательство для того, чтобы учесть в дальнейшей работе. Кроме того, необходимо сказать, что данные учебники прошли апробацию в 30 пилотных школах нашей страны. Также педагоги дали оценку всем этим учебным изданиям. Кроме того, проведена предапробационная и постапробационная научно-педагогическая экспертиза. 27 февраля начала свою работу предметные комиссии. Начали работу 17 предметных комиссий по 17 предметным областям. 181 человек – это педагоги и преподаватели высших учебных заведений, также педагоги общеобразовательных школ, методисты. Кроме того, в составе предметных комиссий есть члены общественных организаций, работают над тем, чтобы допустить учебники в перечень изданий, которые будут рекомендованы к использованию в следующем 2018-2019 учебном году. Эта комиссия сегодня продолжает работу. Уважаемые участники брифинга, мы вас приглашаем принять участие в работе предметных комиссий сегодня, после двух часов, в Евразийском национальном университете имени Гумилева и увидеть своими глазами, как на сегодняшний день организована эта работа. В следующем учебном году более 800 учащихся общеобразовательных организаций нашей страны войдут в обновленные содержания образования, и сегодня проводимая министерственная системная работа по обеспечению данных учащихся качественными учебниками будут способствовать повышению качества учебников, повышению качества обеспечения организации образования учебниками. После проведенной работы Республиканская комиссия будут подытоживать работу предметных комиссий и учебники будут рекомендованы к использованию. У меня все. 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 седьмых классов, которые были в работе в прошлом году. Значит, в нашей комиссии одно из главных направлений работы нашей комиссии это проверка учебников на соответствие государственному стандарту образования типовым учебным планам, типовой учебной программе. Программа обновленного содержания образования по русскому языку диктует свои требования, и требования эти, как известны, но они уже направлены, конечно, не на механическое запоминание, а на обучение учеников поиску и отбору нужных для решения проблем информации, проблем, которые возникнут перед учеником в последующей, в том числе взрослой жизни. Как известно, мы в большей степени живем в мире слов, чем в мире предметов. Особенно сейчас, в эпоху развития интернета, эпоху развития социальных сетей, слова – это очень важная часть жизни любого человека, в том числе и ребенка, конечно же, школьника. Это придает языку, любому языку, особый статус. Я думаю, коллеги со мной согласятся. И русский язык здесь не исключение. Русский язык выступает в роли не только предмета, познания, но и как мощное средство изучения других предметов, и как средство изучения мира, окружающего мира, которое – это очень средство важное и нужное, то средство, которое дает ребенку простор для того, чтобы ориентироваться в современном мире и решать задачи. Кроме того, наша комиссия рассматривает содержание учебников в первую очередь третьих, шестых и восьмых классов, потому что именно эти учебники попадут в руки ребятам, которые прошли уже некоторую практику обучения по программе обновленного содержания образования. Эти учебники мы рассматриваем подробнее всего, потому что мы хотели бы увидеть преемственность, преемственность в структуре, преемственность в содержании, преемственность в подаче теоретического материала. Как я уже сказал, современное образование и обучение языку диктует и современные подходы, в том числе подходы в обучении навыкам. И навыки эти тоже определены. Это слушание, говорение, чтение письмо и соблюдение языковых норм. Все эти навыки одинаково важны для наших ребят при обучении языку. И опять же на соблюдение этого критерия, соблюдение этих навыков, как они представлены в учебниках, над этим тоже работают члены нашей комиссии. Умение создавать устные и письменные тексты различных жанров, классифицировать языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности, развивать навыки критического мышления. Вот также многие конкретные и строгие критерии, с которыми члены нашей комиссии анализируют представленные учебники, учебные пособия. Мы стараемся учесть также и воспитателей компонент, потому что при обучении языку он очень важен. То есть ценности, которые прививаются нашему подрастающему поколению, основанные на национальной идее Менглик-Ель, этнокультуроведческий компонент, возрастные особенности, развитие саморегуляции и самостоятельности. Все это очень важно для учащихся. И, как я уже сказал, особенно важно, так как учащиеся 2-х, 5-х, 7-х классов по учебникам начнут уже продолжать учиться по программе обновленного содержания уже в следующем году. Преемственность важна, предложена для экспертизы учебников, и она должна прослеживаться и в научности, доступности теоретического материала. То есть в русском языке это соблюдение речевых норм. Не менее важны и учебники по русской литературе, так как они еще в большей степени, чем учебники русского языка, учат, прививают детям ценностные модели, которые мы бы хотели, чтобы они следовали, и, в общем-то, формируют морально-нравственный облик учащегося. Для этого важны задания, которые включают авторы, а это задания на развитие критического мышления, это задания на интерпретацию и анализ текста не только с содержательной стороны, но и со стороны поэтики. И, конечно же, это развитие одного из важнейших в современном мире видов функциональной грамотности – это грамотность и чтение. Для этого в учебниках необходим баланс между уровнями восприятия, то есть между подачей художественного материала, иллюстрацией, исторических, биографических сведений. Все перечисленные мной параметры и критерии находятся на тщательном, внимательном рассмотрении нашей предметной комиссии. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . 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 практики с высшей категорией. Очень важно в таком тандеме проводить экспертизу учебников для третьего класса. На экспертизу поступило учебников от трех издательств по пяти предметам. Для нас очень важно в совместной работе, плодотворной работе, активной работе выбрать те учебники, которые будут соответствовать обновленному содержанию образования в современных условиях. Мы обращаем внимание на то, чтобы в содержании учебников реализовался личностно ориентированный подход, практикоориентированный подход, компетентностный подход, деятельностный подход в обучении. Ребенку должно быть интересно учиться. Ребенок должен мотивированным быть на учебно-познавательную деятельность. Поэтому такая плодотворная работа сейчас организована Министерством образования, Центром учебников и другими организациями. На наши плечи лежит большая ответственность. Мы это понимаем, насколько важно сейчас качественно сработать совместно ученым и практикам. Мы должны, мы обязаны государство обеспечить учебниками, которые способствуют потом выводу ребенка в общественное, в мировое пространство. Мы понимаем, насколько это сложный процесс, и мы понимаем, насколько это простой процесс с другой стороны. Развитие критического мышления, развитие функциональной грамотности, всестороннее развитие ребенка. Это очень важно в современных условиях. Мы должны адаптировать ребенка к современной жизни. Члены нашей комиссии очень скрупулезно подходят к выбору содержания, к самому выбору учебника. Поэтому работа ведется очень активная. Мы думаем, что у нас все получится. Спасибо большое за внимание. Добрый день. Казинформула Ура Монтаева. У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Какие основные ошибки, либо недочеты, либо несоответствия госстандарту были выявлены во время проверки уже в первые дни? Второй вопрос. Как авторы учебников восприняли на указанные недочеты со стороны предметной комиссии? И третий вопрос. Какие требования будут предъявлены к учебнику краеведения по 16 регионам? Спасибо. Позвольте, да, ответить, наверное. На первый вопрос отвечаем следующим образом. Типичные ошибки, они таким образом обозначены. Содержание всех учебников соответствует ГУСО, учебной программе. Но содержание учебников реализовано разными, наверное, подходами, разным видением авторов. Поэтому каких-то критических замечаний не было. Особенно сейчас, когда экспертиза проходит уже не первый раз. То есть сейчас учебник уже на стадии завершения, и содержание его отработано. Я дополню, коллеги. Обязательное условие – это соответствие учебников государственным общообязательным стандартам образования. Поэтому это самое главное условие, оно обязательно должно быть сохранено. Что касается учебника краеведения. Этот учебник поступил в экспертизу в этом году, первый год, как уже было сказано, в рамках программы «Рухани Жангру». Каждая область является автором учебника по своему краю. Необходимо сказать, что это 20 часов, куда вошли часть географии, музыки, истории каждого края. Поэтому области определяли, какие известные личности, какие известные по сакральной географии, какие места должны войти в данные учебники. Вот эти нормы должны были быть заложены. Определена учебная программа. Сегодня работа по определению продолжается. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Рахмет. 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 И все разные использования этих учебников, естественно, зависят от многих этих факторов. Поэтому мы включили норму, когда, исходя из потребностей, то есть из количества учащихся, оно меняется, в некоторых школах сокращается, в каких-то школах увеличивается. Необходимо сказать, что в последние годы у нас количество детей, учащихся в школах, растет, поэтому в основном это рост количества учащихся, то есть согласно контингенту учащихся приобретаются учебники по необходимости, по мере изношенности. Естественно, библиотеки школ сегодня работают над тем, чтобы школьники аккуратно, умело пользовались учебниками, чтобы они сохранялись на больше времени, поэтому над этим наши школы будут работать. Что касается приобретения, согласно бюджетного кодекса, приобретением учебников занимаются местные исполнительные власти, это районные отделы образования, городские отделы образования. Каждая школа ежегодно делает заявки на приобретение учебников согласно своего контингента и необходимости. Поэтому эти заявки формируют отделы образования, средства выделяются из местных городских бюджетов и областных бюджетов, соответственно, согласно бюджетного кодекса. Но школа делает определенную заявку на определенное количество учебников. Что касается, будет ли экономия в связи с этим, конечно, обязательно будет, потому что мы считаем, что раз в 4 года обязательное приобретение на сегодняшний день, такой необходимости нет. Считаем, что местные бюджеты должны работать над этим вопросом и приобретать будут, исходя из потребностей каждого региона. Для всех одинаковый параметр сегодня заложить невозможно, поэтому каждая область, соответственно, будет принимать решение согласно выделению финансирования и согласно того, насколько в сохранном состоянии имеются данные учебники. Значит, по форматам учебников, в самом деле, очень много вопросов поступает на блок министра, по формату учебников, по размерам рабочих тетрадей. В целом, нормативно эта норма не закреплена сегодня, нет нормативных документов, но нужно сказать о том, что нами несколько рабочих групп проведено, где участвовали и учителя начальных классов, учителя среднего звена, а также представители издательств. Поэтому у нас сегодня достигнут такой консенсус, и издательствам направлены рекомендации со стороны Министерства образования для того, чтобы учебники были изготовлены вот в одном размере, все размеры были указаны, и издательства будут учитывать, значит, когда будут тиражировать учебники, эти рекомендации будут учтены. Издательства об этом наше министерство проинформировали. Кобрахмед, Келес Срак. Пожалуйста, следующий вопрос, Казанфорум. Здравствуйте, Азамат Садагбаев, Казанфорум. Мои вопросы, наверное, к вам тоже, Шелпан, будут адресованы. Ваши коллеги очень подробно рассказали требования к авторам. Хотелось бы еще узнать вообще, кто может быть автором, нужны ли для этого какие-то звания, может быть, опыт, или любой желающий, если, допустим, согласует комиссия. Вот, и как часто меняются вообще эти требования. И второй вопрос касательно, вот, коллега упоминал о МСС Лаубеке. Хотелось бы тоже узнать, согласовываются ли эти вопросы в МОН, в НИШС, потому что она министерство образования. Спасибо. Какие требования предъявляются к авторам учебников? Значит, нужно сказать о том, что сегодня нет такой специальности автор учебника. Поэтому изготовлением, значит, учебников, работой над содержанием учебников, занимаются в первую очередь ученые для того, чтобы теоретически, научно обосновать содержание учебника. Работает над учебниками учителя практики, которые имеют опыт работы во всех областях предметных областей, для того, чтобы вот в таком тандеме, когда работает ученый, когда работает учитель практик, чтобы достигнуть такого результата, чтобы данный учебник соответствовал всем научным требованиям и всем требованиям, которые предъявляет сегодня школа к учебникам. И обязательное условие при составлении учебника – это соответствие государственным образовательным стандартам образования. Стандарт образования – это учебная программа, это учебный план. Учебная программа разрабатывается также специалистами в области образования. Необходимо сказать, что при разработке учебников обновленного содержания образования участвовали ученые и педагоги Назарбаев интеллектуальных школ, Национальная академия образования имени Алтен Сарина, на которой многие годы занимаются разработкой учебных программ, разработкой государственного обязательного стандарта. То есть необходимо сказать, что в этой области работают специалисты соответствующего уровня. Спасибо большое. Уважаемый коллега. Следующий вопрос. Здравствуйте, Казахстанская правда, Марина Бархоменко. Я задам тоже вопрос не только как журналист, но и как родитель пятиклассника. Что касается учебников казахского языка для русских школ. Вот мы пятый класс когда получили, там очень большие тексты. Понятно, сейчас согласно ОСР требованиям ориентации на читательскую грамотность, но тексты очень тяжелые для детей. Я приношу коллеге учебник, он хорошо говорит и пишет на казахском языке, но даже ему трудно перевести этот текст. Особенно это исторических текстов касалось. Смотрю в этом году, шестой класс, несколько попроще тексты. Хотелось бы узнать, какое внимание на это обратили. И история тоже Казахстана. Параграфы большие, сдвоенные. Языком научным для детей очень сложно. Учитель истории вынужден короткие конспекты диктовать, надиктовывать детям. Я считаю, что это тоже непорядок. Мало того, между историей Казахстана и Всемирной одни и те же факты бывают, трактуются несколько по-разному. Мы сами, родители, ученики, находим ошибки фактологические в учебниках. И вот еще возвращаясь к казахскому языку, все-таки дети больше вертятся вокруг текста. Они мало говорят. Несмотря, конечно, там есть групповые задания, задания на составление диалогов, но говорят они все-таки мало. А нам министерство утверждает, что сейчас коммуникативный подход в программах изучения языка. Спасибо. 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 Шалпан Танатовна. Тут у коллег просьба возникла. Можете на этот же вопрос мемлекеттеклетать теперь сеньис? Спасибо. 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 Добрый Ахмет. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Газета «Время» Лейла Тастанова. В октябре прошлого года говорили о том, что будет исправлен учебник русского языка сабитовой, скандальный. Скажите, пожалуйста, как он исправлен, насколько кардинально? В частности, многие жаловались на то, что этот учебник не формирует предметное знание у детей, что это больше напоминает книжку с веселыми картинками, что этот учебник в большей степени напоминает пособие для изучения не для носителей языка, а как будто это иностранный язык таким образом преподается. И второй вопрос по поводу предмета для изучения основ предпринимательства. С какого класса начали ли уже этот предмет преподавать и какие учителя-предметники будут преподавать предмет по основам предпринимательства? Спасибо. Спасибо. Я начну. Я думаю, коллега-учитель русского языка продолжит. Что касается изготовления учебников, в целом подходах к составлению учебников, необходимо сказать, что подходы концептуально меняться не будут, и в этом году они не поменялись, потому что это концепция обновленного содержания образования. Нужно сказать, уважаемые участники брифинга, о том, что традиционная система образования складывалась очень многие годы. Сейчас наша система образования находится на стадии перехода на обновленные содержания образования. Только третий год в этом году мы будем работать по обновленным программам образования. В ближайшие два года еще будут новые года, в которых будут поступать учебники согласно обновленного содержания образования. Если первое время было определенное недопонимание концепции содержания, то есть на сегодняшний день после проведения многих разъяснительных работ, после проведения курсов подготовки, повышения квалификации педагогов, большой разъяснительной работы со стороны авторов учебников, со стороны авторов учебных программ, вопросы по обновленному содержанию образования, конечно, стало их меньше. Учителя тоже учатся, учителя тоже занимаются над тем, чтобы понять полную концепцию содержания образования. Я думаю, что когда мы будем заканчивать переход, когда все классы с 1 по 11 класс перейдут на обновленное содержание образования, все эти вопросы снимутся. Что касается учебника русского языка, в учебниках русского языка, также казахского языка был выбран подход, коммуникативный подход, когда через лексические темы преподавались грамматические знания, грамматические материалы давались сквозь изучение лексических тем, то после того, как вы правильно сейчас сказали, после проведения обсуждений с педагогами, с авторами учебных программ, также учебников, было принято решение о внесении изменений в учебные программы, когда наравне с лексическими темами были включены в темы и грамматические материалы. Поэтому учебники, которые поступают в этом году уже на экспертизу, которые придут завтра в следующем учебном году в школы, они уже составлены с учетом грамматического подхода и лексического подхода, то есть эти моменты были учтены согласно пожеланиям педагогической общественности. И учебники 5-7 классов Зинаиды Сабитовой в этом году тоже дорабатываются, и они тоже поступили на экспертизу, как мне известно. Я думаю, более подробно коллега об этом скажет. Что касается предмета по основе предпринимательства, да, я уже говорила о том, что сегодня ввели нетребование времени знать основы и бизнеса предпринимательства, поэтому мы должны, обязаны учить наших детей быть в нашей общественной среде, быть востребованными нашей общественностью. То есть основы предпринимательства и бизнеса сегодня необходимы школам. Поэтому на министерстве совместно с Национальной палатой предпринимателей АТОМИКЕН программа предмета основы предпринимательства и бизнеса разработаны. На сегодняшний день данная программа утверждена. Над программой работали как специалисты, как учителя школ, значит высшей школы. Кроме того, участвовали в разработке активно, конечно же, бизнесмены, предприниматели, которые сегодня имеют определенные успехи в данной сфере. Поэтому с учетом всех предложений, всех сторон подготовлена учебная программа. Данная программа будет вводиться с 10 класса по обновленному содержанию образования за счет вариативного компонента учебного плана, начиная с 19-20 учебного года, согласно графику перехода школ к обновленному содержанию образования в 10 классе. Так, ну, как уже было сказано, действительно, на рассмотрение нашей предметной комиссии были представлены учебники 5 класса, 7 класса. К ним, конечно, тоже пристальное внимание. Мы понимаем всю тяжесть, которая лежит на наших плечах. Но мы профессионалы, и в первую очередь оцениваем именно с точки зрения тех, которые помогут учителям-предметникам, потому что все-таки учебник – это инструмент. И, как уже было сказано, действительно, хороший учебник – это хороший инструмент в хороших руках преподавателей. Учебники для 5 класса были, ну, вот на данный момент они проходят экспертизу, они их смотрят. Действительно, они достаточно сильно переработаны. Мы обращаем внимание на тексты. Но, опять же, говоря как учитель практики, хочу сказать, что сейчас учебник для 5 класса, пусть он будет сборником веселых картинок, но он должен мотивировать, он должен позволять учащимся совершать открытие, увлечь его. Поэтому, конечно, теоретическая, научная сторона, конечно, никуда не девается. Мы видим, что как раз некоторые авторы, а возможно и все, так как все еще идет экспертиза, они сумели хорошо совместить как раз сторону коммуникативную и сторону научную, методическую. То есть это те самые наши любимые правила, которые были в традиционной системе обучения. Вот как подать эти правила, да, как показать ребенку, что учить правила надо, и это интересно, мне кажется, в этом году вы увидите, что авторы учебника, ну, как минимум, даже если не попытались, то, мне кажется, у многих наверняка получилось это. Спасибо большое за ответ. Уважаемые спикеры, позвольте завершить нашу пресс-конференцию вопросом из социальной сети Facebook, который поступил к нам на официальный аккаунт. Вопрос следующий. Закуп учебников школами самостоятельно не увеличит ли поборы в школах? Я уже на этот вопрос отвечала. Самостоятельно школа закупать не будет. Согласно закону образования, приобретение, обеспечение учащихся школьниками отнесено к компетенции местных исполнительных органов. Есть школы, которые относятся к районным отделам образования, есть школы, которые относятся к городским отделам образования, есть школы, которые относятся к областным управлениям образования. Согласно бюджетного кодекса учебники будут приобретаться за счет местных бюджетов, соответствующих местных бюджетов, централизованно, и заявки будут поступать от школ на приобретение тех или иных учебников. То есть самостоятельно школа определит, с каким учебником будет работать школа, это компетенция учителей и школ, а приобретение будет только за счет местного бюджета, централизованно отделами и управлениями образования. Спасибо большое. Спасибо.